Общение, проведенное в неформальной обстановке, более конструктивно. Возможно, поэтому встречу решили устроить именно в таком формате. За чашкой кофе, на короткой дистанции друг от друга. С одной стороны зампред правительства области, с другой молодые предприниматели и представители активной молодежи. Последним предстояло узнать, что же такое госслужба, и ответить для себя на вопрос, стоит ли переквалифицироваться из бизнесмена в чиновники. Они не уверены, что прям завтра готовы стать чиновниками, но когда мы обсуждали возможность проведения такой встречи, был живой интерес. Это как, знаете, говорят, 3-4 года, раз надо менять сферу деятельности. Как возможность для некоторых вполне. Владимир Калинкин рассказал, что армия областных чиновников в настоящий момент насчитывает почти 1300 человек. Существует мнение, что это герметичный слой. Попасть туда просто так, без соответствующего знакомства, невозможно. Проект команды губернатора как раз и направлен на то, чтобы сломать этот стереотип. По словам зампреда регионального правительства, задача власти сейчас найти молодых, талантливых и активных. И обновить свои ряды. Претенденты пройдут через конкурс. Победителей поставят на реальные должности. Сейчас, так скажем, в бочонке три вакансии. В департаменте дорожного хозяйства, в департаменте ЖКХ. Это уровень заместителей руководителей органов власти. Но я думаю, что за период действия этого проекта копилка вакансий наполнится. И у тех, кто сейчас дерзает, будет возможность попробовать себя на другие должности. Второй этап проекта рассчитан на молодых специалистов, уже имеющих высшее образование и опыт работы по специальности. Правда, есть и возрастное ограничение – до 35 лет. Конкурс еще только стартовал. Подробности отбора можно узнать на сайте правительства области. Сергей Веселов, Владимир Хмелев. Программа «Губерния». Продолжение следует...